От классики до рока В этот вечер Премьер-оркестр пригласил себе много гостей и друзей Среди любимцев публики Александр Чумаков Получив классическое музыкальное образование Скрипач не на шутку увлекся гитарой и вокалом Полет Шмеля из оперы римского Корсакова Сказка Цари Салтани По сегодняшний день считается классической презентацией Настоящих виртуозов А в исполнении Александра Чумакова Знаменитая пьеса приобрела еще и современный оттенок звучания Кто скажет, что у дел камерного ансамбля Играть музыку только Моцарта и Баха Тут никогда не слышал премьер-оркестра Свобода и драйв джазовых ритмов В исполнении этого коллектива буквально взорвали зал Солистка биг-бенда Георгия Гораняна Ирина Бабичева Не упускает возможности выступить в совместных с премьер-оркестром концертах Солистка биг-бенда Георгия 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 Георгий Саксофонист Евгений Бородулин Считается настоящим мастером аранжировок Он делал переложения не только для премьер-оркестра Но и для кубанского духового и симфонического оркестров И краснодарского биг-бенда Бородулин любит эксперименты в разных музыкальных стилях и направлениях А еще мягкое звучание струнных Что идеально сочетается с тембром саксофона Концерт продолжается А зрители открывают для себя все новые возможности премьер-оркестра Оказалось, хард-рок можно играть и на классических инструментах Если, конечно, виртуозно и навладеть Я люблю не только рок, я люблю джаз Это, естественно, я восхищаюсь прекрасными исполнителями джаза Элэс Пресли, точнее Рэль Чарльзом Чак Берри Много всяких рок-н-ролльных музыкантов Сам рок – это производная от классики Как и джаз, как и остальная музыка Как бы на скрипке сыграть бы ее Каприз, Паганини Пятый я готовлю Надеюсь, будущий концерт может получиться тоже А из рока, может быть, что-то другое Может быть, из группы Ху Сейчас Лин Бискетт перепел песню группы Ху Тоже очень старую Может быть, что-то из Медзеппелин Может быть, там, из Скорпионс Ну, настолько очень... Это тот же самый Пол Маккартен Битлз, сольные Очень много музыки И наши много музыки хорошие, которые можно переиграть Весь год музыканты премьер-оркестра Играли серьезные классические произведения И в конце сезона решили побаловать и себя, и слушателей В программе только хиты Рок, поп-музыки, эстрады, джаза Таких сборных концертов немного И камерному коллективу есть что сказать своим поклонникам В будущем сезоне зрители ждут новые программы И интересные гости В муниципальном концертном зале об этом уже позаботились 40 лет на сцене отметил солист театра балета Юрия Григоровича Краснодарского творческого объединения премьера Заслуженный артист Кубани Виталий Дзюбин Юбилей прошел, как всегда, за любимой работой Дзюбин исполнил партию богатого жениха Гамаша в балете Дон Кихот Он до сих пор выступает на сцене Правда, все чаще в комических партиях Они больше других подходят к его веселому характеру Курсар Тут у меня роль Паша Восток Амбалди Вот даже я Вот эти вот Они меня несут на носилках Это балет Тщетная предосторожность Тут у меня шикарная роль Мишо Я играю отца жениха Вот, это моя самая любимая роль Где можно купаться в этой роли Это роль комедийного плана Это можно искать любые там такие вот смешные сценки Лужинки Лицом, руками Я ее очень люблю Все балеты Вот, кто я так танцую Спасибо Юрию Николаевичу Пригоровичу У него на каждой возрасте есть свои роли Много из себя танцевал классику И немножко характерные роли А когда уже пошли годы И я сам по себе перешел безболезненно На роли такие вот смешные Сейчас Виталий Дзюбин занят в нескольких спектаклях В Ромео Джульетте исполняют сразу две партии Монаха Лоренцо и Монтеки отца Ромео В тщетной предосторожности Корсари, Спартаке Партии эпизодические Но каждая дорога по-своему Дзюбин любит публику И публика отвечает ему взаимностью С юбилеем творческой деятельности Артиста поздравили коллеги и зрители Это бесконечно преданный человек своему искусству Он так за все переживает Так за все всегда прекрасно относится И как исполнитель И как инспектор балета И со всех он все требует И он бесконечно ответственный И поэтому мне хочется со всей души Пожелать ему дальнейшей Творческой жизни и долгих лет жизни Это был душа всего нашего курса И вот прошло много лет И случайно встретившись с тобой в Краснодаре Я вдруг узнала В заслуженном артисте Виталии Ивановича Дзюбина Того юного мальчика Он совершенно душой не изменился Немножко позмужил Только очень хороший Такой же обоязвенный Такой же остроумный Очень отзывчивый и доброжелательный человек Мы все тебе желаем Все наши однокурсники С которыми я связалась по интернету Они все тебе желают И я, конечно, самого крепкого здоровья Творческого долголетия Покидать сцену Виталий Дзюбин не собирается Здесь он живет, творит и наблюдает за тем, как зажигаются новые звезды краснодарского балета Работы хватает, ведь он не только артист, но и заведующий труппой Краснодарского театра балета Юрия Григоровича И с этой ролью Дзюбин отлично справляется Прекрасная Боядера вновь возвращается на краснодарскую сцену Новая постановка, всемирно известная оперета Имры Кальмана Увидит свет 20 и 21 июня А пока примерка костюмов и первый прогон на сцене Впервые в афише музыкального, а тогда театра опереты Спектакль появился еще в 70-е годы прошлого столетия Через два десятилетия его почти полностью обновили А в 2000-х годах постановка исчезла из репертуара театра Чтобы почти через 15 лет вернуться, но уже в редакции заслуженной артистки России Инары Гулиевой Известной артистке опереты и любимице публики И в то же время маститого режиссера, на счету которой огромное число успешных постановок Это очень долгожданная премьера для всех нас, для всей труппы и для всех любителей опереты Спектакль будет совершенно потрясающий Роскошные костюмы, роскошные декорации И самое главное, потрясающий режиссер Я уверена, что такого спектакля вы еще не видели Настоящую восточную сказку целых восемь месяцев создавали в мастерских творческого объединения премьера 216 мастеров Совершенно невероятные по красоте и сложности декорации Изготовлены по эскизам главного художника музыкального театра Татьяны Барановой Костюмы, на которые ушло более 6 километров ткани и 300 метров кружева Придумала художник из Ростова-на-Дону Наталья Зималединова Она не упускает ни одной детали Все должно быть не только красиво, но и удобно Спектакль получается необыкновенно красочный И очень танцевальный Мы искали классическую оперету Выбирали между теми классическими оперетами, которые еще не идут на нашей сцене Это Морица, Принцесса цирка, Байдера Для нас показался сюжет очень интересным Восточной темы у нас еще нет в нашем репертуаре Я надеюсь, что это зрители оценят, которые придут в мою премьеру О чем оперета? Конечно, о любви Примадонны Парижского Варьете, Адетты и Восточного принца Раджами Инара Гулиева раздвинула рамки классической постановки В ее пьесе не только новые герои, но и почти детективная история В спектакле заняты более 200 артистов и все ведущие солисты театра Одного из персонажей, Наполеона, исполняет приглашенный артист Валерий Сихпосов Краснодарская публика хорошо знает его уже по нескольким спектаклям нашего театра, в которых он занят К чему придет, пока не знаю Но я уже сейчас вижу, как это все складывается И как это должно быть задорно, весело, легко Узнать все тайны этой полной восточной неги, любовной истории Можно будет совсем скоро Премьера опереты Байдера Не путайте с классическим балетом Байдерка Состоится уже через две недели и завершит 81-й сезон Краснодарского музыкального театра Тонкий Восток с его неразгаданными тайнами Открылся Краснодарской детворе в муниципальном концертном зале Цикл добрых сказок в сопровождении Кубанского симфонического оркестра Под управлением дирижера Дениса Ивинского Продолжила волшебная лампа Алладина Актер молодежного театра Анатолий Дробяско Давно хотел познакомить юных зрителей Именно с этой волшебной историей Полная опасных приключений Она не дает скучать современным школьникам Привыкшим к красочным мультфильмам и кино Открыл третью дверь И услышал страшное шипение Сказка рассказывает о колдовстве, коварстве И о том, как меняется сознание главного героя Алладина После встречи с джинном, исполняющим любые желания Алладин становится настоящим охотником Женится на неприступной царевне Будур Хитростью спасает ее от оков злого колдуна А после и вовсе побеждает злодея И тогда начинается по-настоящему счастливая жизнь Мне приятно сотрудничать с симфоническим оркестром Тут есть какие-то свои определенные задачи Какие-то свои определенные правила Где вступать, где не вступать Где паузу подержать Восточный колорит Все привлекает меня Анатолий Дробязко подбирал сказку под собственный темперамент С материалом работал сам Ему нравится возиться с произведениями со смыслом Это помогает лучше понять персонажей и подобрать к ним подходящий голос Музыкальной основой по предложению дирижера Дениса Ивинского Стали отрывки из балета «Легенда о любви» Арифа Меликова В репертуаре муниципального концертного зала Уже несколько сказок в сопровождении Кубанского симфонического оркестра Этот проект интересен детям А значит в новом сезоне их ждут новые, незабываемые встречи Со сказочными персонажами Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра 20 и 21 июня премьера опереты Кальмана Боядера 25 июня балет «Спящая красавица» 28 июня балет «Лебединое озеро» 9 августа оперета Штрауса «Летучая мышь» 12 августа балет Чайковского «Лебединое озеро» 15 августа оперета Штрауса «Цыганский барон» 16 августа балет Адана «Жизель» 21 августа спектакль «Ревью» «Большой канкан» или «Шесть историй любви» 23 августа балет Хачатуряна «Спартак» 26 августа вечер современной хореографии Новеллы «Только о любви» 30 августа комическая опера Деницетти «Любовный напиток» На сцене Дворца искусств премьера 20 июня спектакль «Шедевры русских сезонов Парижа» 15 августа в день рождения Георгия Гораняна Концертная программа «Биг-бэнда Георгия Гораняна» 30 августа театр балета Юрия Григоровича Представляет балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин